Слушай, Михалыч, ты мне случайно ничего не давал? У меня просто посылка здесь есть, мне её открыть нужно. Ты мне давал что-то? Конечно давал, ты мне фигу в рот давал. Эта жопа жадная ничего в этой жизни просто так даром не даст. Ага, спасибо большое, Михалыч. Геннадий Петрович, вопрос к вам такой. А вы мне кроме вашего самогона забористого что-то в этой жизни давали или нет? Мне кажется, вы мне тоже ничего не давали. Бабзин? А вы мне кроме помидорок что-то своих маринованных давали? Да кто мне что-то давал, чтобы открыть эту посылку? Пе! Здорово, внук Вин Дизеля! Форсаж и снимался? Слушай, Арсений Гонщик, ты мне что-то давал, чтобы эту посылку открыть? А? Катя сказала в прошлой серии то, что она с кем-то там связалась, догрелась с каким-то человеком, чтобы он мне что-то дал, и я открыл посылку. Ты мне давал что-то? Ага. Ладно. Так реально, ведь через весь город жизни ютубера прибежишь, легкий выплюнуть можно. Ух, я задыхался. Костянчик, братанчик. Ты мне давал в этой жизни что-то, чтобы я открыл эту чертову посылку? Я уже не знаю, к кому обратиться. Костя. Костя, ты мой лучший друг. Ты за всю жизнь со мной ни разу не заговорил. Костя, ты мне давал... А, в жопу тебя. Здорово, охранник Сёпа, ты мне кроме водяры в этой жизни что-то давал? Сёпа, только не говори, что ты бухнул, а? Разговаривай со мной. Фу, как завоняла ты, конечно, перегаром. Я заберу эту водяру и выброшу её. Охранник Сёпа, сколько можно бухать? Как тебя ещё с банка этого не уволили? Остаётся только... Так, где здесь дверь, а? Дверь здесь была. Видишь, охранник Сёпа, я твоим перегаром уже надышался. Думал, что дверь в стекле здесь. Перестать бухать. Маринка, жена твоя бросит тебя. Будешь потом опять жаловаться, что вы с ней посрались. Поэтому не бухай, не бухай. Тебе дороже. Непонятную дверь здесь сделали. Так, ещё один человек у нас остался. Геннадий Петрович. Это вам. Я забрал охранника Стёпы. Он сказал вам передать. Стопку налейте за него. Я его закодирую в ближайшее время. Выпейте, выпейте. Бомжар. Значит, ты бомжара, да? Ты мне что-то дал, что поможет открыть эту посылку. А ты не так прост, как мы все думали. Как делишки-ребятишки? С вами снова Эдисон. И добро пожаловать в новую серию жизни ютубера. Ёхан и бабай, когда я последний раз эту фразу произносил? Мне кажется, полсезона назад. Да. Мы с вами выяснили, что же поможет мне открыть эту посылку Кате. Вы у меня такие молодцы, вы себе даже не представляете. Я в прошлой серии вас всех спросил. Мол, ребята, вы случайно не знаете, что поможет мне открыть эту посылку? И вы мне помогли. Вы, оказывается, все помните просто. Я уже настолько много серий жизни ютубера снял, что я уже ничего не помню, что происходит. Бомжара. Вы помните то, что тогда, когда я спас город от зомби-апокалипсиса, помните? Каждый житель этого города вручил мне какой-то подарок, потому что я его спас от зомби-инфекции. И был один человек, бомжара, который дал мне ключ. И этот ключ до сих пор валяется у меня на моей первой хате. И нам сейчас туда нужно будет вернуться и забрать этот ключ. Сейчас, ребят, я без вас бы даже не догадался, потому что все из башки вылетело. Где, вот, кстати, ключ от дома. Мы его прямо сейчас заберем и прямо сейчас потопаем на мою первую хату. Перед этим давайте сначала вздремуем, бодрости наберемся, новых сил наберемся и потопаем в мой первый дом. Опа, опа. Всем до свидос. Люська не хулигань. Если ты не видел, какую огроменную очередь мы с вами отстояли в предыдущей серии, только для того, чтобы забрать вот эту посылку Кати и, да, и, кстати, записку от Кати. Не записку, а письмо. Ёх ты, бабай, сколько там бабулек всяких чокнутых на голову. Я пришёл, и я уже 300 раз за один день услышал, что меня назвали наркоманом. Да где я наркоман? Поэтому, если ты не видел, прямо сейчас надо мной появится подсказочка. Бежать нам, как обычно, долго. Готов. Посмотри обязательно, чтобы просто быть в курсе, что же за посылка нам пришла. Опа. Вот подсказочка надо мной. Прямо сейчас нажимай. Прямо сейчас переходи на предыдущую серию и смотри её обязательно. И только после этого повозвращайся смотреть вот эту. А ещё я, кстати, очень давно заметил, да мне кажется, что и многие уже заметили, что куда-то пропали бандиты. Вы помните буквально пол сезона жизни ютубера назад? Бандиты были просто на каждом шагу. Сколько я за одну серию толкал всякого оружия контрабандюганам. Последней серии так 20, а ни одного бандита не видел, не заработал даже ни одной золотой монеты с продажи оружия. Мне кажется, в ближайшее время контрабандисты просто бесполезными станут, и мне нужно будет их высадить из этого города. Божечки, божечки, как же я скучаю это сума, можно сойти, честное слово. А-а-а-а, и кто не знает, до сих пор я вернусь в этот дом в Катюхе, в Новосибирск. Примерно 16 апреля. И я уже просто не могу терпеть, честно, я уже так по всему соскучился, вы себе даже не представляете. Да мне кажется, что и ты соскучился уже по той старой квартире обстановки, потому что меня сейчас как бы... Даже здесь продолжает троить, мол, Эдисон, какой хороший у тебя задний фон, чё тебе не нравится, золотая кнопка висит. Дом 228, квартира 69. Здорово, скунс блохастый, чё, как поживаешь, а? Не умер здесь за полтора месяца? Я ж его даже не кормил за эти полтора месяца. Я даже не знаю, что тебе дать, перчик. И держак не кофейка вместе со мной. Вот как я соскучился, как я давно здесь не был. Ребят, я хочу вас всех попросить, посчитайте, пожалуйста, сколько вот с этого дня до 16 апреля осталось дней, потому что мне интересно, сколько нам ещё осталось ждать. Где мой ключ сначала? Дайте мне ключ, я сразу же отсюда свалю. Эээ, водяра. У меня до сих пор здесь бутылка водяры валяется. Ладно, это мы заберём, отнесём к Геннадию Петровичу, ну или охраннику Стёпи. Хотя нет, охраннику Стёпи нет, он закодирован. Я так решил. Мне кажется, в моей секретной нычке, которую мы с вами давным-давно... Опа! Построили. Да, вот тот самый ключ, который дал мне бомжа. Что же в этой посылке такого секретного? То, что мне нужно пройти через вот такое, чтобы её открыть. Найдите какой-то ключ. Сначала этот диск один прослушать, потом письмо прочитать, потом ключ найти. Вспомните, у кого этот ключ был. Перчик, ты кофе выпил? Молодец! Только моя собака, мне кажется, кофеёчек пьёт. Так, всё. Закрываем обратно это место. Ещё на полтора месяца. Надеюсь, они очень быстро пролетят. Ладно. Ты чё там ошиваешься? Вы видите, что он там хочет? Э! Магазин ещё закрыт! Коллекция ещё не вышла! Вали оттуда! Я скоро открою магазин и всех позову! Ты слышишь? Ты чё дебил делаешь? Убери тень! Блин! Тише! Ядрить, колотить! Ты малой совсем! Сосем! Ты чё, яйца слишком большие отрастил или что? Я не могу! Иди! Фу, собака! Фу, 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 фу. Ку, ку, ты чё... Ёханин! Ты карапуз! Да потушись! Ти уже на... Фу, 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 фу... Фу, фу, фу. Черт! что за шкилы мелкие в этом городе поет ты смотри все стекла сломал это в жопу эти стекла мне стену куда он побежал куда этот шкет мелкий побежал сейчас я его найду так у меня здесь есть патроны есть патроны 4 патрона если яйца большие отрастил знать сейчас одно яичко отстрелим чтоб таким наглым не был куда он побежал ухты ёханы ты баба здесь вы смотрите сколько здесь бандитов и они его даже не трогают я только в этой серии сказал минус один подожди 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 подошел давай давай я уже по вам соскучился значит да на ты смотри опять здесь на фунял зато мне только что опять выпали где-то 3-4 золотые монеты перфекты так здесь еще пистолетик а это все мы заберем шкет мелкий забежал вот туда внутрь золотые монеты мне кажется он сюда бежит он сюда бежит он сюда бежит спрятать встретимся вот здесь он опять здесь кто-то напередел эти своими газами гранатами опять нафунял мне опять калашматит как не в себя он забежал в мэрию бандиты его даже не трогали выбежал и в руках у него золотые монеты были а сообразите на секундочку что этот шкет себе позволяет и кто он вообще такой сейчас я его выслежу куда он бежит мне просто интересно кто это что это что он себе вообще позволяет я могу за эти золотые монеты я сейчас себе эти золотые монеты я сейчас себе заберу и стену золотая в этом магазине который ты мне испортил обосраться не встать иди сюда подошел сюда мелкий подошел сюда подошел передо мной стал быстро подошел сюда подошел быстро передо мной лишний вопрос не задавать яйца значит большие до отрастил мне кажется какой отстрелить левое правое выбирай за твои усмотрениями как бы вообще без разницы что я сделал не строй себя ванечку дурачка ты покажи покажи что ты только что достал покажи в руку взял то что только что достал ну не из трусов зад из кармана быстро быстро показал мне что у тебя ты чё шкинник вообще нюх потерял выкинул бы чаще подожища быстро выкинул выкинул сюда ножик твоя мама вообще знаю что ты хулиганит короче ладно ну давай тогда я сам решил ага хорошо левое яйцо значит отстрелю насчет 3 есть не выкидываешь ножик 1 2 2 с половиной а вот хорошо инстинкт самосохранения пока что еще работает яйца все же нужны извиняюсь пожалуйста за то что я такие разговоры здесь веду но просто как бы пытаюсь чтобы мальца в будущем семья была а то есть я одно яйцо отстрелю себе то у него не будет но сейчас разговор не об этом не трогайте меня я тебя трогать не буду мой пистолет тебя тронет а я как бы за него не отвечаю он сам пилпа умеет делать вот видишь сам умеет пилпау делать ты чё шкинник вообще себе позволяешь ты мне стену в магазе взорвал этот как вообще можно назвать я видел то что это ага да не строй себя дебила дебил меня за это меня меня заставили смысле не ты а кто тебя заставил она быстро все высказал быстро быстро кто тебя составь мэр этот николай басков на всю страну такой один блондин ваш мэр он сказал взорвать стену у меня осталось 6 дней точно у меня осталось 6 дней чтобы дать ему ответ буду ли я давать 50 процентов все системы и прибыли это походу он не напоминает да чтоб я про него не забывал попасал мелкого хулигана мне стену взорвать ага что у тебя здесь ёшкина кочерыжка мелкий это как назвать ты уже в такой юный возраст хулиганем подрабатываешь мне кажется эти все бабки ты заработал не с того что бутылки продавала или бабульки там в огороде картошку помогал покопать я могу уйти сейчас я заберу все эти золотые монеты это все и не пяшься на меня это моральная компенсация вали отсюда быстро шкет мелкий быстро у хулиганью ёханый бабай мэр заслал школьников взорвать мне стену чтобы я не забывал что через шесть дней мне нужно дать ему ответ буду ли я на него работать сначала пойдем домой откроем эту посылку этот сундук посмотрим что мне там катя прислала я не знаю честно что там вообще может быть и только после этого пойдем разберемся с мэром потому что так это все нельзя оставлять через шесть дней я или сяду в тюрьму или буду отдавать 50 процентов всей моей прибыли мэру может мы придумаем какой-то запасной план если у вас что-то на уме как мы можем выкрутиться из этой такой небольшой ситуации чтобы мой мэру ничего не платили и чтобы в тюрягу не сели нужно будет подумать потому что пока что мне в голову ничего не лезет уже не знаю какую серию мы собираемся открыть этот сундук но момент что же там внутри ключ есть сейчас мы все узнаем 1 2 3 мэру 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 Продолжение следует...